здравствуйте дорогие друзья с вами дмитрий евланов и канал сады тамбовщины 1 июня 2022 год и это небольшое коротенькое видео выйдет из моего сада о том как же прирастают еле колючие и какие красивые приросты они дают и конечно же вот полностью сейчас уже распустилась ель колючая глаука глобоза прошу прощения сразу тех кому название с неправильным ударением режут слух но уже пять лет я называю эту елочку глаука глобоза и по-другому возможно я ее называть и не буду может быть конечно же правильно и глаука глобоза но вот мне глаука очень сильно режет слух и поэтому я говорю глаука прощение у всех попросил заранее но а мы снимаем вот такая вот красавица уже приблизительно метр в диаметре даже наверное побольше у меня и в этом году она выпустила совсем небольшие приросты приросты эти составили вот до 5 сантиметров максимум и знаете что она скорее всего наверное я отмечу для себя уже какой год наблюдая за своими хвойными растениями не просто их выращивая полевая а именно наблюдая что вот эта холодная весна она спровоцировала у всех елей очень маленький прирост молодых побегов вот такая вот красавица вот такой вот морской со цветом морской воды приростом очень красивая и очень нежная вот сейчас как никогда она радует глаз в дальнейшем конечно же цвет этой хвои он изменится и будет насыщена голубой вот как старый цвет хвои ну а сейчас пока это вот такая вот красивая голубая шапка капна или как ее еще можно назвать придумайте название сами напишите в комментариях еще одной елью колючий является на моем участке из или фастигиата вот это стройная красавица но это стройная красавица была посажена всего лишь у меня на участке поздней осенью двадцать первого года то есть она только-только вот начинает укореняться только-только начинает осваиваться на моем участке и она также вот уже распустила почку то есть приростики еще у нее там только-только в пути а вот почка уже распустилась и вот такая вот она сейчас стоит необычная красивая вот верхней почки еще мы вот так подходим помогаем их снять вот снял отломил почку но ничего страшного вот такая вот нежная стройная красавица уже предвижу сейчас опять многие комментарии которые будут опять писать говорить что от дмитрий у вас все близко посажено что это ели крупномеры и все прочее но я не хочу дожидаться пока они все вырастут а хочу любоваться ими сейчас следующий елью колючий на моем участке является одна из самых голубых и одна из самых декоративных ели это ель хупся видео про эту елочку уже было и неоднократно я говорил как я ее перепутал с биолобок и почему я ее перепутал вот но и в этом году смотрите весна пасмурная весна такая вот прохладная и приросты опять так же как и у елих глауки глобозы они такие вот прям нежно-нежно голубовато и даже можно сказать беловатые вот на видео кстати даже вот этот вот оттенок какой-то белизны передается вот когда смотришь живым глазом то она прям такая вот именно цвет морской волны ель хупся одна из самых считается голубых и одна из самых-самых колючих елей самый жесткой и колючий хвой на участке у меня уже саженец где-то приблизительно метр двадцать в высоту ну и наверное будет сантиметров 80 вот внизу в диаметре ель колючая хупся как и другие многие привитые ели сначала развивается такая немножко кособокая немножко кривая но у меня она подвязана к опоре и поэтому вот мы ее чуть-чуть выправляем но я смотрю вот уже макушечка в прошлом году если немножко в сторону ушел побег то в этом году он прям идет ровненько прямой и я думаю что скоро ей уже никакая опора не нужна будет она выровнится и будет очень хорошая ровненько и красивая цвет очень сейчас радует очень нежный насыщенный и красивый в любом саде это елочка является бриллиантом коллекции самый красивый конечно же это ель колючая белобок вот такая вот ярко насыщена голубая хвоя у нее старого цвета ну а молодые приросты у нее сливочного кремовато жил с немножко с таким желтоватым налетом оттенком цветом очень красивая к сожалению я уже неоднократно говорил что продавая в позапрошлом году и прошлом году саженцы вот этих вот сортов елей мне достался самый последний саженец он был самый самый слабенький но тем не менее сильный и вот уже в том году давал приросты и в этом году вот такая вот красивая елочка у меня на участке она очень очень маленькая но всего лишь сколько здесь 25 30 сантиметров наверное высоту может быть 35 сантиметров высоту ну и такая же в диаметре нежная заметная пушистая хочу дождаться того момента когда она уже будет где-то приблизительно с метр высотой и будет радовать меня занимая вот все это пространство которое я и оставил оставил и полтора метра в эту сторону где-то полтора метра в ту сторону также вот по полтора метра у нас идет до гортензий так что место есть здесь предостаточно и вот буду ждать пока она займет все это пространство и каждый год будет радовать меня своими вот такими вот нежными белыми приростами еще одной елью колючий на моем участке это является ель колючая май голд к сожалению опять же мне саженец достался самый последний самый слабенький в том году вот у него были очень много хороших почек он заложил но вот наверное за счет того что он очень слабенький оказался то не все эти почки он распустил и даже вот макушечной почки к сожалению они остались у него не распущены но тем не менее тем не менее саженцы живой чему я очень рад хотя конечно нарастать мне кажется будет он очень долго старая хвоя у сорта ели колючий май голд она должна быть такая зеленовато-голубая или просто зеленоватое вот а приросты такого желтовато-салатового цвета очень красивые очень нежные и вот на старой хвои эти приросты они очень сильно играют к сожалению вот контраст я вам показать не могу надеюсь что может быть в следующем году будет этот контраст заметен ну а пока это вот вот такая вот кракозябра на моем участке к сожалению бывает и вот так что сапожник остается без сапог и еще одной елочкой колючий или еле голубой на моем участке является сорт кейбаб про него я уже рассказывал вам в видео то что эта елочка была посажена сначала в парке потом я что-то немножко подумав померил померил ее взрослые размеры и решил ее не высаживать на своем участке пересадил ее в ведро ну вот в ведре она пожила у меня наверное два года немножко приболела ну а потом я ее высадил опять же к себе на участок только совсем другое место это место у нас вот здесь вот на огороде в том году весной она была высажена дала небольшие приросты вот ну а сейчас уже все как положено приросты все распустила все ей нравится цвет хвои у еле колючий кейбаб не такой насыщенно голубой но тем не менее она радует своими молодыми приростами которые также являются цветом морской волны и выглядит очень даже хорошо и пушистенько и вот как вы можете видеть на всех еле колючих в этом году небольшие приросты здесь вот всего пять сантиметров биолобок это всего лишь вот до четырех сантиметров а так это вот прям совсем крошечный два-три сантиметра приросты майголд это пока еще только все в пути но я ее буду показывать в следующих своих роликах и мы посмотрим сколько же сантиметров она выбьет и даже ель колючая хупси которая вроде бы и должна уже выбивать приросты но тем не менее даже вот лидер в этом году это сантиметров наверное 6-7 не больше возможно что это еще не конец и возможно что приросты будут еще вытягиваться но об этом мы с вами посмотрим конечно же в других видео а сейчас мы поговорим с вами о вот этой вот нарядной красавице о спорной красавице потому что часть ученых относят эту елочку к колючим елем часть ученых относят ее к обыкновенным елем итак перед нами ель колючая Lucky Strike цвет старой хвои у ели колючей темно-зеленый вот так же как и цвет молодых приростов цвет молодых приростов у нее тоже ярко-ярко-зеленый ярко-ярко-салатовый но вот этой елочкой я хочу заключить свое повествование о молодых приростах елей колючих и так же я внесу эту елочку когда буду снимать обзор на приросты елей обыкновенных это вот одна у меня елочка и вот сейчас посмотрим на вторую елочку которая у меня вот так вот неоднозначно начала распускаться то есть половина елочки начала распускаться очень-очень рано вот такие прям уже большие хорошие приростики а вторая половина почему-то решила поспать и она начала распускать свои приросты гораздо-гораздо позднее и они вот такие вот пока еще маленькие я простимулировал эти две елочки зеленой иглой поливая их под корень делал корневые подкормки и теперь вот думаю что все хорошо но причина я думаю в этом в таком вот как сказать-то раздвоение то что вот эта часть мне кажется она очень сильно подопрела зима была очень снежная елочки здесь были практически засыпаны с головой то есть метр снега был это прям неумираемо вот и поэтому вот эта часть и вот та елочка они как-то немножечко мне кажется подопрели а вот эта вот часть наверное осталась более здоровой поэтому пошла в рост более рано и чувствует себя более хорошо на сим хочу с вами распрощаться всем пока всем всего доброго